Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я по образованию богослов. Сегодня мы с вами поговорим о семьях, где пара нарцисс и психопат, как сосуществуют эти люди, какая там иерархия в этой семье и так далее и тому подобное. На самом деле очень распространенное явление пара нарцисс плюс психопат. Встречается довольно часто и это довольно крепкий союз, как ни странно, людей, которые могут задержаться друг с другом на десяток лет. Кто там кого ест, это отдельный вопрос. Вообще я хочу сказать, что нарцисс может первоначально здорового человека взять в жены или в мужья и сделать из этого человека психопата. Я считаю, что вполне реально такая картина может быть. Поэтому говорить тут кто кого ест, я бы не стала бы говорить, кто там над кем властвует. Это не совсем правильно было бы. Но одно могу сказать точно о том, что нарцисс это некий такой клещ, который так или иначе сядет на шею. Он же сам не хочет ничего в жизни делать. Он хочет другими управлять и за счет других, например, обогащаться или добывать какие-то ресурсы и так далее и тому подобное. Поэтому если так представить, что нарцисс, допустим, берет достаточно здорового партнера, садится ему на шею, то в конце концов, если из таких отношений вовремя, мне кажется, не выйти, то выкачивая из человека все силы жизненные и при этом при всем мы знаем, что нарциссы они вообще неблагодарны и постоянно критикуют ко всему прочему, то рано или поздно второй партнер станет психопатом. Но при этом при всем психопат, он начинает что делать? Начинает уже просто срываться, орать. Он начинает в какой-то момент даже доминировать над нарциссом. Но это настолько нелепо в том плане, что если бы действительно человек понял, с кем он связался, он бы просто вышел из таких отношений. Поэтому если психопат думает, что он подмял в какой-то момент нарцисса, он очень ошибается. Очень ошибается. И таким образом он может дальше, например, срываться уже в качестве психопата на нарцисса. А нарцисс будет дальше его, например, подъедать в качестве каких-то там ресурсов ему нужных. Они часто могут, например, подселиться к жертве в ее квартиру или его квартиру, вообще не работать, ничего не делать, но достаточно так пропивающе жить. Таким образом, получается вот такая вот парочка, где люди обманывают друг друга, называют это любовью. Для всего общества показывают, естественно, картинку идеальной семьи. Внутри там происходит дичь. То есть один постоянно пытается доминировать другим, и происходит какая-то некая борьба. Но в один прекрасный момент, я так думаю, что или психопат уйдет, ну, скорее всего, психопат уйдет. Или нарцисс как-то вот найдет более, так скажем, жертву, которая будет более податлива к тому, чтобы полностью все давать ему. И если такой союз распадется, тут очень интересно, что будет с детьми. Детьми, которые останутся, например, с нарциссом или нарцисской. Естественно, нарцисс не меняется, как я уже много раз говорила. Он просто будет одного из детей делать своим, так скажем, новым партнером для того, чтобы пить кровь. Причем, если ребенок, допустим, еще в таком возрасте несозревшей психики, если его раньше времени там отправляют на работу, заставляют обеспечивать всю семью, водиться с детьми, которые, допустим, младшие, да, то тут тоже рано или поздно начнется психопатия уже у ребенка, у такого, которому, например, лет 16, там, 18-е. И из этого ребенка уже делают как психологического мужа или психологическую жену. Нарцисс, да, уже даже когда ребенок отсоединится от этой семьи, где сумасшедшая мамаша или папаша вытягивает все силы, то из него будут продолжать качать энергию, качать деньги, качать ресурсы и так далее и тому подобное. Если вообще получится отсоединиться, потому что вы знаете, да, что нарциссы имеют очень острые коготочки, которые не выпускают, плюсом ко всему внушают чувство вины, чувство того, что ты всегда по век до гроба должен и так далее и тому подобное. И нарциссы так или иначе при этом при всем в обществе кажутся хорошими, в обществе кажутся вроде бы как адекватными, да. Они, когда свою жертву тиранят, по итогу, естественно, все начинают виноватить жертву. Потому что нарцисс очень тонко манипулирует, да. Если жертва уже идет по наклонной вот к такой психопатии, когда уже просто не может сдерживать ни эмоции, ничего, то ярко как бы видно в обществе, что не в адеквате, это как раз вот второй партнер. И да, вот в таких семьях так или иначе нарцисс, я считаю, хоть и не яркий доминант, но он пожирающий доминант изнутри. Нарцисс может без криков, без каких-то там вот ярких проявлений агрессии убивать свою жертву и сходить с ума. Даже если это пара, нарцисс и психопат. Еще раз повторюсь. Сожрет сначала мужа или жену, да, в НРЛ нет гендера. Потом детей начнет пожирать. И таким образом заканчивать свое существование вот в таком духе паразита. Но я вам скажу, что чаще всего такие пары все-таки разваливаются в конечном итоге. Но могут просуществовать один десяток или два десятка лет. Совершенно спокойно на чувстве вины, на всем, что я тут перечисляла. Детей сожрут, будут уже искать новую какую-то жертву, да. Детей там, естественно, поджирают. Нужны же какие-то эмоции. Но при всем при этом не нужно забывать, что дети-то имеют разные роли, да. И козел отпущения, и ребенок, золотой ребенок, да, и невидимка ребенок. Золотой ребенок, вот всем так, наверное, кажется, что это какой-то такой ребенок, которому повезло. Ну, просто это очередная манипуляция нарциссов, когда они, например, выкачивают деньги своего партнера, говоря, что это все для ребеночка, для ребеночка, при этом при всем, например, не хотят выходить на работу, да. Прикрываются детьми часто, через детей выкачивают ресурсы и так далее. Золотой ребенок, это просто, я считаю, такая вот тоже манипуляция. Нарцисс никого не любит, на самом деле. Но при этом, при всем, если уже это психопат, да, или это сразу был психопат, понятно, что он на нарцисса периодически срывается, может даже нарцисса бить. Нарцисса при этом хвостик свой поджимает, накапливает негатив и срывается на детях. Куда-то же ему надо контейнировать, на тех, кто может ему ответить, он не будет контейнировать свой негатив. Он будет контейнировать на тех, кто не может ответить, на животных, на детей и так далее, и тому подобное. Но еще раз повторюсь, это не белые и пушистые зайчики, ни в чем не виновны. Это самые настоящие паразиты, которые пожирают своих партнеров и могут реально довести до сумасшествия. Спасибо, мои дорогие, всем желаю благополучия, уходите от нарциссов раньше, нежели того момента, когда они уже превратят вас в психопатов. Спасибо.